В то же время, Иерусалимская община насчитывала около 10 тысяч. Иерусалимская, да. Иерусалимская община примерно около 10 тысяч. Но некоторые думают, что там и больше было. Если мы говорим, 3 тысячи, то 5 тысяч. Понятно, да? Иерусалимская, да. Почти полностью заброшены, везде множество христиан. 112 год. 80 лет спустя. 80 лет после Дня Пятидесятницы. Еще раз. Римский автор такой был. Плиний. Он писал письмо императора, жаловаясь о состоянии Малой Асии. Там, где Тимофей был пресвитером. И он пишет, что все храмы богам почти полностью заброшены. Везде множество христиан. Мы говорим сегодня о влиянии мессианской общины. Мы понимаем, что... Рав Шаул сделал очень много для мессианской общины, потому что это стало поворотом. Фактически, я хочу сказать, сильное разделение произошло уже после разрушения храма. Но, благодаря Рав Шаулу, мессианская община, то есть верующие в Мессии Ишуа, евреи и неевреи, стали осознавать совершенно себя свободными в этой работе. Которые, именно, свободны в чем? Реализовывая себя в понятии Ветхого Завета. На них многие, на неевреи, многие вещи не распространялись. Они, таким образом, внешне не отделялись от иудаизма. Внешне. Не удалялись. И не отличались, фактически. Они не отличались и не удалялись от иудаизма. Но внутренне, из-за реформ, которые уже Рав Шаул начал делать через свои письма, послания, они становились более самостоятельными. Более видимый, яркий перелом внешний, произошел после разрушения храма. Как вы думаете, почему? Почему такое разделение пошло? На праздники не было куда ходить. И уже там началось понимание, что делать с тем, что с жертвованием переношения. И альтернативой было две ветки. Если в системе религиозной, в системе поклонения в Израиле, были иисеи, саддукеи, фарисеи и новая мессианская община. Называли их как? Назарей или же Назарей. Вот такие основные пути. И если до разрушения храма они жили одной большой семьей, они не сильно так отличались. Они противостояли друг другу, как и фарисеи, саддукеи и так далее. Но после разрушения храма саддукеи, они потеряли полностью всю власть, потому что они, садок, да, это священство, и они не могли предоставить рассеянному народу какую-то альтернативу. Иисеи по своему аскетическому образу жизни тоже не могли предоставить выход из тупика, который создался при разрушении храма. Оставалось два направления. Фарисеи, которые могли предоставить нечто, потому что у них были синагоги, есть принцип образования, школы были. И могли предоставить еще и Назаряне. Почему Назарей? Почему не могли это сделать? Потому что ответ у верующих, то есть, будем говорить так, евреев, христиан, был один. Жертва была уже совершена, жертвоприношение нам не нужно, все было в ответ в Ишуа. Что фактически многим и подходило евреям. Понимаете, да? И фарисеи имели обрядность и законничество относительно уже привитой в Израиле форме богослужения, в синагоге, чтение Писания и так далее, святости. И при разрушении храма им нужно было что-то делать. Им нужно было что-то предпринимать. Минус, который был у евреев-христиан. Первое, это такая лояльность к неевреям, приходящим в синагогу. И самое страшное, во время второй осады Иерусалима Титам, они оставили город. Их назвали предателями Мишумим. И это послужило минусом для мессианской общины. Понятно, да? Да. Когда Барков объявили мессией, они собрались и вспомнили о том, что говорил Ишуа, что когда вы увидите город осажденный, бегите, да? Их было много лжа Христов и так далее, и так далее. Да. А? Нет, я говорю за это самое. За разрушение храма. Конечно. Давайте мы оставим все вопросы потом. Запишите их, да? А мы потом будем спрашивать, потому что я говорю одно, вызовите вопросы, и вопрос в камеру не слышно. Поэтому так. К концу первого века общины, мессианские общины составлялись из иудеев и других народов. И пресвитера, они толерантно относились как к одним, так и к другим. То есть разницы не было никакой. Было такое очень... Хорошее было такое понятие в отношении друг к другу. То есть не было национального различия. Абсолютно. Но, как бы, но все равно, иудейская война, которая прошла, оставила свой след в жизнях мессианских общин. Во-первых, так бы, храма нет. Храма нет, значит, разводили, были, как бы, лже такие учения о том, что Бог оставил Израиль и наказал его, как за то, что он не принял мессию. И вот эти вот пророчества и так далее начали потихоньку дробить и наслаждать такой антисемитизм в этих общинах. Но это было очень-очень редкое положение. Но при всем этом, в Малой Азии, это вот, как вы говорите, Турция, это Сирия, это Ливан, вот эта часть, да, вот. А она все равно оставалась про-иудейской. То есть имеется в виду служба и была более иудействующая, нежели часть западной части империи. Это Рим, Испания, Англия. Понятно, нет? Эти моменты очень важны, потому что с этого момента, после разрушения храма, начинается история, которая не всегда нам приятна. Хотя, примерно до 300 года, до 300 года, можно говорить, что мессианская община была более-менее, как бы сказать, процветающая, сильна. Но после где-то вот второго века, когда уже были установлены некоторые разделяющие позиции между иудействующей позицией евреев, которые принимали уже, уже начался писаться Талмуд в это время, Вавилонский. Он собирался почти 300 лет в Вавилонский Талмуд. Правила, молитвы, замещение жертвы путем добрых дел и так далее. То есть, как бы, они начали приспосабливаться. И происходило, как бы, отделение. Помните, мы говорили, 19-я молитва, которую Гамлеел II написал, что, как бы, против иноверцев. Этот момент очень важен, потому что это поворот. Это поворот. Джастин Мартир, это Устин Мученик такой был. Примерно в середине второго столетия пишет такие фразы, которые до нас доходят, как бы, как истории. Нет больше народа, греков, варваров или каких-либо других рас с разными нравами или обычаями, какие только могут быть. Живут ли они в шатрах или скитаются по земле в крытых вагончиках, среди которых не возвестилось бы молитвы и благодарения во имя распятого Христа. Понимаете, да, как сильно и быстро распространялась Евангелие? Второе столетие. Он говорит, фактически, среди язычников, варваров, греков или других народов, которые в то время были, даже кочующих, не оставалось ни одного народа, где бы ни говорилось о распятом Христе, о распятом Мессии. Филипп Скаф пишет, что можно с полностью уверенностью предположить, что к концу третьего столетия имя Мессии, Христа, было известно, почитаемо и преследуемо в каждой провинции, в каждом городе и империи. Как почитаемо, так и преследуемо. Преследовали христиан или верующих в Мессию лишь по одной причине. Они не считали императора Богом и не поклонялись Ему. Культ императора в то время присоединялся к культу Божества, помните, да, Бога Солнца, и они отвергали это, потому что поклоняться нужно было только Богу Единому и по иудейской традиции. Да не будет других Богов у тебя, да? Все, первая заповедь и наибольшее, как Ишуа говорит. Я сейчас выключу, подождите, я выключаю, 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 понял, что все начинают сморгаться, один я такой весь. И многие христиане, они дерзали в том, чтобы проповедовать Евангелие везде. И как иудеи, которые уверовали, так и из язычников. Что можно сказать? Я могу вам примерно показать, каким было служение первой общины. Рассказать вам, как примерно община имела кое служение. Хотите? Представьте себе на улице в Римской империи. В еврейском квартале, куда приходят многие гости. Еврейский народ всегда был гостеприимным. Потому что Писание говорит о том, что чужестранца, да, или пришельца, а тебя ты не сгоняй. А при том, что уже многие в это время верующие евреи приняли Мессию, они спокойно принимали неевреев в свой круг и для службы. Как вы думаете, в какое время, в какой день, в какое время мессианская община бы собиралась? В шаббат. Да, можно было бы в шаббат. Но, как правило говорят, шаббат это более семейный образ, да, это служба в семье. А в субботнее служение, как всегда, евреи идут куда? В синагогу. В субботу вечером, тоже и в синагоге можно, либо дома можно провести, так называются, проводы субботы. Дагавдала. Дагавдала. И это очень праздничное служение. Это очень весело, поются песни и так далее, и так далее. И есть, как бы, такое мнение среди ученых, что мессианские общины собирались по домам, по домам, именно на Гавдалу. Когда написано, что, помните, Петр и Иоанн, они шли на гору, там, молиться, то есть в храм. И они, три раза в день, но они также и преломляли хлеб по домам. Преломление хлеба по домам, это, опять же, шаббат. Шаббат, шаббат. Мы же дома, когда шаббат празднуем, мы же преломляем хлеб, или нет? Да, конечно, делимся им. И Гавдалла тоже, это тот же праздник. Как бы, проводы в субботы. И они не могли по-другому. И это наступление нового дня, воскресного дня, новый день. И мы понимаем, что воскресенье Ишуа воскрес из мертвых, рано утром. Многие собрания проходили до самого утра, чтобы встречать воскресное утро бодрствующих. Они так любили именно служение такое. Вы заходите в двор, и вы, конечно, были бы в шоке. Потому что во дворе вы увидите много гостей, играющих на разных инструментах. И ведь только уже, ну, как говорится, при введении самого Талмуда, уже как раз был сочтен Талмуд, когда начались правила для иудейской общины, они установили правила, чтобы не было музыкальных инструментов в синагоге. Чтобы не было. Вот как почтить разрушенный храм. У нас травм. У нас храма нет. А для мессианских общин это уже не касалось. Потому что они понимали, что это исполнение порочества, которое говорил Ишуа. И понимали также, что они являются храмом, где живет Бог и Дух Святой действует среди них. На этом именно сила Духа Святого, то, что привлекало большинство неевреев, и евреев, конечно же, к мессианской общине. Мы знаем, что даже Гамлел, второй сын его, когда заболел, мы просили одного из служителей, чтобы он помолился, одного из верующих Вишуа. Тот просто вошел в свою комнату, вышел и говорит, пойдите, скажите, что сын его уже здоров. И на самом деле подтверждение то, что он был здоров. Но если вы будете в такой мессианской общине, вы заходите во двор, где люди играют на сфере или на цитрах, на еще каких-то инструментах. Все ходят, радуются, общаются, разделяют между собой хлеб, трапезу. И вдруг, внезапно, вы попадаете в такое состояние, где семейные чувства проявляются, люди общаются. И вот в этот момент кто-то из старших, кто руководитель, он начинает говорить слово на задание. И, будем говорить так, начинаются действия, начинаются хороводы. Чаще всего еврейские хороводы составляли из себя два круга хороводов. Они славили Бога, они величали Бога, они танцевали. Это было похоже больше на развлекательную вечеринку, когда люди веселились и общались, и танцевали. Вы подумайте, что вы попали не туда, куда надо. Потому что это не религиозное действие. Но, в самом деле, мы попадаем на круговые танцы, где по-еврейски называется хора, танцевать в кругу. Климент из Александрии писал 215 год. 215, это получается 200 лет спустя. Ну, даже чуть меньше, 100 с лишним лет спустя. Писал такое. И будут они танцевать в хороводах вместе с ангелами вокруг того, кому нет ни начала, ни конца. Это нигде написано. Это Климент из Александрии такой был. Это из отцов церкви. Отцов церкви. Это служителя, которые оставили. 215, он пишет, и будут они танцевать в хороводах вместе с ангелами вокруг того, кому нет ни начала, ни конца. В 390 году Амросий из Милана, который привел Августина, отца церкви, так помните, к Господу писал, давайте танцевать так, как танцевал Давид. Давайте не будем стесняться показывать, как мы любим Господа. Танец поднимает тело над землей, устремляя взор в небеса. Танец, объединенный с верой, свидетельствует о живом и живой благодати Господа. Тот, кто танцует так, как танцует Давид, танцует в благодати. Почему я читаю это? Потому что создается иногда, создалось мнение, что церковное служение, оно должно быть очень серьезным и религиозным. Оно не стало таким, только началась община. Правила были уже включены в традицию церковную уже после Константина, который делал реформы. Святой Базель, это 4-е столетие, 4-й век, может быть, писал, может ли быть что-то более благословение, чем повторять на земле хороводы ангелов. Это говорит мне о том, что мессианская община вела себя именно по-иудейски. Они выражали свою радость о Господе через хвалу и поклонение. Эти интересные факты нам говорят о том, что именно еврейская мессианская община, христианская, будем говорить так, евреи-христиане, они были частью какого-то нового, продвинутого вперед движения, которое давало большую надежду и радость. Свобода проповеди Евангелия. До 5-го столетия, фактически, существовал такой образ поклонения. Это свирели, бубны, хороводы. В одни уже Агустина поднялось это противостояние против танцев. Но сам Агустин писал, хранить духовность, священность танцев. Он писал, чтобы хранить. Во время этого хвалебных танец, песен, люди начинают восклицать, аминь, слава Богу. Это была норма. После веселого такого хоровода выносилась трапеза. Помните, как Раф Шаул писал, вам лучше было дома покушать. Но они на самом деле кушали вместе. Эта трапеза называлась трапеза любви. Перед трапезой хозяйка дома зажигала свечи всегда. Это мой шаббат. Либо, когда зажигали нога вдалу, тоже она зажигалась. И в конце служения, она после брухи, она тушилась в вине. Во время еды люди общались, говорили о своих ситуациях. Они делились своими переживаниями. Смотрите, что все это может сделать. Зажигали на него. И в конце 22-15-15-15-15-15-19-16-15-15-15-15-15-15. Что еще можно рассказать? Про необщение это происходило каждую неделю. Во время служения грешники чувствовали себя как бы вне тарелки, а чувствовали, что эти люди святые. Потом после еды начиналось чтение слова и после всего молитва, где происходили чудеса и знамения. Во время такого служения, когда Тухсер сходил, многие люди пророчествовали, словознание высвобождалось. И это переживала община постоянно. Иерей, один из отцов церкви, примерно к II веку писал о том, что пороческое слово, говорение на языках, чудеса исцеления, были обычным делом в общине. Он также писал, что церковь видела, как многие люди воскрешали из мертвых по молитвам святых. Августин, который покаялся в начале своей веры, он выражал сомнения по поводу чудес, пока на его глазах не произошли явные чудеса. Я не буду много говорить, я хочу сейчас сделать перерыв и пойду в следующий у меня раздел, будет это начало падения церкви. Субтитры создавал DimaTorzok